Более 120 миллионов рублей из республиканского бюджета ушло на то, чтобы отремонтировать здание, снабдить его и взлетную площадку современным оборудованием. Аэропорт не просто подготовили к пуску с технической стороны, но даже узкоспециализированный персонал набрали. Но в среду утром здесь появились грузовые машины, готовые вывезти все ценное. Цель группы, которая сегодня прибыла, это демонтировать все. То есть отключить электроэнергию, отключить газ, отключить воду, отключить связь. И закрыть все, что можно закрыть, опечатать. То есть фактически привезти аэропорт в то состояние, в котором он был до 2010 года, до начала ремонта. Само собой коллектив не может этого позволить, потому что мы сами участники этого ремонта, сами здесь компоновали все. Инфраструктура здесь автономна. Аэропорт готов функционировать в любых условиях. Но прекратить подачу тепла, когда заморозки уже на пороге, означает моментальный упадок и разрушение всего, во что вложены миллионы. Это генеральный директор. По мнению коллектива складывается впечатление, что он превышает свои полномочия. В любом случае, ни программу развития авиации 2008 года, ни постановление правительства 2009 года, и указ президента, никто не отменял этих документов. Приказ генерального 2010 года о ремонте аэропорта тоже не отменял. Отстаивать аэропорт коллектив решил дружно. Большинство сотрудников в летном деле уже не первый год. И добровольно позволить разрушить аэропорт, лишив города возможности летать, бывшие пилоты не могут. Борис Геннадьевич работает в воздушных перевозках более 30 лет. По его словам, такие действия шаг назад. Коллектив поддерживает своего руководителя в этом начинании, потому что здравый смысл все равно должен быть. Какие бы там эти межведомственные интересы, кто не решал, а здравый смысл все равно должен быть. Потому что деньги выделены, потрачены, восстановлены. В конце концов, раньше это все работало, и сейчас это вполне работоспособно. И город у нас приличный, и большой, как бы. И просто этим никто не занимается, или занимается как-то в своих интересах. Тем более сейчас, когда в июле стало понятно, что для работы аэропорту даже сертификация не нужна. Тогда коллективам было принято решение, если на уровне республики аэропорт не запустят, они сами возьмут его в аренду. Но это решение руководство аэропорта УФА не поддержало. Что это, боязнь конкуренции или просчитанный ход, будут выяснять в прокуратуре. Направлены письма первому вице-премьеру республики, дальше прокурору Фимскому, прокуратуру РБ и в транспортный комитет. То есть ждем реакции. Расписано, если на федеральном уровне смотреть, то министром транспорта Соколовым уже внедрена дорожная карта по развитию региональных перевозок. И мы, участники этих региональных перевозок, должны быть. Первое утро отстоять аэропорт удалось, но сотрудники уверены, что это не последняя попытка произвести демонтаж. Тем более, что из аналогичного аэропорта в городе Сибай уже все вывезено. Анталия Бурова, Денис Кузнецов. Информационная программа. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова